Общественники пытаются оспорить в суде решение Одесского горсовета о выделении нескольких земельных участков под застройку общей площадью более 280 гектаров. По словам ИСЦА, в эту площадь входит и территория аэродрома школьный. Там каждый участок выделен уже. Там есть много участков, их там порядка пяти или четырех. Это участки, которые выделены как отдельные участки. Но все эти участки, в данном случае и сегодняшний участок, по которому иск я подал, с просьбой отменить решение Одесского городского совета, это участки военного аэродрома. По словам общественника, у него есть ответы от Министерства обороны, которые подтверждают ведомственную принадлежность земли и не отрицают отсутствие ее должного оформления. Документы датированы 48-м годом. Сам судебный процесс приостановлен по просьбе ИСЦА. Попросили время ознакомиться с материалами, которые были предоставлены муниципальными юристами. Судя перенес на три месяца, мотивуючи за вантаженностью. Будем разглядаться все одно. Я сподіваюся, что в следующий раз Министерство уже ничего не принесет такого, або завчасно нам надаст. Мы неодноразово на этом и наголошили в каждом судовом процессе. Я отмечу, что сразу после инцидента на аэродроме проблему с земельными документами у военных подтвердила губернатор области Максим Степанов. Чиновник пообещал, что лично окажет содействие в скорейшем оформлении спорных участков за территорией военного аэродрома. В свою очередь представители застройщика нашли общий язык с военными и демонтировали ранее установленные ограждения. Я думаю, что это право. Дай проживание. Действительно.